Цены на все растут. Все дорожает, дорожает, дорожает. Строительство моей мастерской пока приостановлено. Осталось совсем немного, но инструмент тоже дорожает вместе со всем остальным. Вот что у меня есть теперь. Класс. Сейчас приеду домой и покажу вам. Всем привет. Хочу поделиться с вами своим выбором классного инструмента, которым я давно пользуюсь. Не сверхдорогого и не одноразового, но хорошего качества. Все по-быстрому и кратко, на каждый инструмент не более минуты. Начнем с самодельного, а потом перейдем к самому необходимому. Все, что сделано, сделано без токарного или фрезерного станков. Всегда всем нужны тиски. И для сверления тоже. Я сделал их, чтобы повысить как точность, так и безопасность при сверлении. Сделаны они из обычной ржавой железки, без сварки, только двумя инструментами. И вы их увидите позже в этом видео. Мой самодельный сверлильный станок. Можно сказать, что это обычная стойка для дрели, только очень мощная. Но у нее интересный механизм. Как конструкция движения рабочей каретки при помощи системы рычагов, так и регулировка положения и хода этого узла. Буквально за несколько секунд, не прилагая никаких усилий, можно выбрать нужный диапазон высот. Такой мини-станок реально помогает делать более точное сверление. Раньше тут стояла советская дрель с редуктором. Классная. Но она, к сожалению, сгорела. Теперь стоит вот эта. К сожалению, ее обороты мне не подходят. В планах переделать все под шуруповерт. Думаю, такой вариант будет лучший. Я всегда мечтал сделать нож. Для этого, да и не только, появился самодельный гриндер. Многие помнят, что он был сделан из безвременно ушедшей водяной помпы моей тещи. Помпы, не тещи. С тещей все в порядке. Этот ленточный шлифовальный станок буквально перевернул все мое видение на инструменты. Я боялся даже начинать его делать. Думал, что не смогу его закончить. Но оказалось, что не так все и сложно. И я понял, что все возможно. По его подобию и размерам многие подписчики уже сделали такой же и даже лучше. Представляю, сколько насосов тещь прострадала. Простая конструкция и легкость изготовления. Больше ничего не нужно. Я думал, что без такого станка я уж точно в жизни обойдусь. Признаю, я сильно ошибался. Теперь минутка высоких технологий. Не совсем бюджетных, но все равно недорогих по сравнению с громкими брендами. Как показала практика, не всегда именитый бренд соответствует соотношению стоимость-качество-возможности. Очень простая и легкая в использовании штука. Сзади у него вход воздуха от обычного компрессора и регулировка давления. А спереди единственная ручка регулировать мощность. И все. Нажал на кнопку и понеслась. Плазморез. Аппарат не просто облегчает и ускоряет работу. Он дает возможность делать более интересные вещи. Можно вырезать то, что болгаркой сделать хоть и можно, но будет очень проблематично и долго. Металл он режет струей плазмы, выдуваемой воздухом. Эх, тяжелый. Ой, чуть камеру не разбил. Полуавтомат с синергией. Короче, варят проволокой любой металл. А его синергетический режим позволяет не подбирать параметры, а просто выставить толщину металла и начать варить. У меня он уже пару лет, я доволен как слон. Те, кто писал в комментариях, что пора тебе Женька переходить на полуавтомат, были совершенно правы. Сварка одно удовольствие. К нему я накупил все, что только можно. От разных видов проволоки, с флюсом и без, нержавейкой, алюминий и так далее. До различных роликов протяжки и запасных мелких комплектующих. Моя давнишняя мечта – сварка аргоном. Тик-сварка – это целый сварочный мир. Интересный и увлекательный. Полнейший восторг. Но дорого и не всегда надо. Купил вот такой сварочник. Он даже с функцией холодной сварки. Про него есть отдельное видео. Варит тоже любые металлы. Пользуюсь им редко. Аргон подорожал, да и полуавтомат более востребован и удобней в повседневной работе. Этот тикаппарат, так сказать, для особых случаев. Газы. Но куда же без них. Да, с такими баллонами не побегаешь. Эти баллоны большие и тяжелые. Но зато их надо реже заправлять. Хотел использовать 10-литровые, но у нас их не нашел. За два года углекислоту заправлял раза два. Да и аргон тоже два раза. Эти газы для некоторых работ можно смешивать. Я пару раз пробовал, классно, но в основном пользуюсь только углекислотой. Теперь к самому необходимому. Вот что у меня есть теперь. Сварочник рессанта, класс. Сейчас приеду домой и покажу вам. Сварочник ММА. Электроды. На любой случай никаких баллонов. У меня их было два, этот третий и самый лучший. Этот очень маленький и очень легкий. С функцией синергии, защитой от грязи и электронным управлением джойстиком. Тут есть еще целая куча настроек и функций. От антизалипания и защиты от поражения током до регулировки форсажа и каких-то еще. Я выбирал, как всегда, оптимальный вариант. Цена, качество, возможности. И методом исключения все равно вот пришел к этому аппарату. Все, что нужно, есть. Все, что не нужно, нет. По качеству отлично. А если сломается что-либо, это все-таки техника. Всегда можно обратиться в фирменную мастерскую. Чего не сделаешь с аппаратом с Алиэкспресс или копеечными клонами. Из самых два важных инструмента наряду с этим сварочником – УШМ и шуруповерт. Болгарке примерно тоже два года. Небольшая, под стандартный размер диска. Самый распространенный. Двух аккумуляторов хватает с головой на любую работу. Есть быстросъем диска без ключа. Неимоверно удобно. Я даже не знаю, где этот ключ валяется. И есть функция остановки при закусывании диска. Тоже важная штука. Защита от грязи и пыли. Пользуюсь и радуюсь. Если выработает свой ресурс, не задумываясь, куплю такой же. Шуруповерт почти новый. Ему около трех месяцев. Очень маленький и очень легкий. Но в то же время достаточно мощный – 55 ньютон. Первоначально кажется, что аккумулятор слишком маленький. Но это только кажется. Вторая часть аккумулятора находится в рукоятке. Так что с емкостью все в порядке. Да и с балансом тоже. От старого шуруповерта я отказался ввиду его большего веса и габаритов. К тому же он немножко слабее. Все, что нужно, в нем тоже есть. От двух скоростей до подсветки. Ну и конечно же в ушием и шуруповерке – современные бесколлекторные движки. Да, есть именитые бренды, такие как Райоби, АЕГ, Деволт, Митабо, Бош, Макита, Хитачи и Милуоки. И инструмент у них хороший, дорогой. Но есть и бренды, которые не уступают им по качеству. А в некоторых моментах даже превосходят по возможностям за счет постоянной модернизации. В поисках для себя оптимальных вариантов я не хотел покупать за копейки одноразовый инструмент. И не хотел переплачивать за именитость. Все ссылки на мой инструмент я оставлю в описании под видео и в закрепленном верхнем комментарии. Друзья, скоро выйдет новое видео с интересным проектом. Добра вам и вашим близким. Все, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok